всем привет меня зовут алена и сегодня у нас рубрика время почты я уже когда-то объясняла что это за рубрика это распаковка тех посылок которые мне прислали подписчицы и сегодня у нас будет не одна распаковка несколько они приходили в разное время но все никак не было времени вам показать поэтому если вам интересно оставайтесь смотреть ну и первая посылка которая ко мне приехала эта посылка из чебоксар очень приятно получают посылки особенно из других стран огромная коробка с разнообразными материалами мы начну с первое что я вижу это сезаль сезаль никогда не бывает лишней в работе она всегда добавляет объема нашим работам и заполняют пустые пространством сезали разного цвета сегодня вам также покажу не только материалы которые были но это что я уже из этого делала на маленькие пакетики у нас такими бьюти штучками и чаем классный чай я уже попробовала пакетики был также сюрприз это маски для лица которые мне на самом деле очень очень сильно понравились особенно в это эти маленькие голубые магнит на холодильник моя дочка сразу же добавил его ко всем магнитом которые у меня есть но теперь переходим к декоративным элементам яблоки яблоки я использовал своей осенней работе кстати ссылки на все видео я вам оставлю в описании маленькие искусственные цветочки которые тоже мне кажется будут смотреться в одной из работ но пока что я их никуда не добавила много бисера а что надо будет что-нибудь повышивать лента из мешковины мне конечно пришлось нее снять кружева так как мне надо было сделать упаковку для бутылок и колбасы раньше никогда такого не делала пластиковые шишки вот кстати в продаже никогда не видела пластиковые шишки но теперь у меня есть только куда и добавить еще не знаем разнообразные ленты может у вас есть идея как правильно и красиво хранить ленты потому что я уже не знаю как это делать так молды молд листа розы и лепестка розы кстати очень давно не работал с фоамираном хочется сделать какой-нибудь букетик поэтому наверное попробуем сделать розу такого молда у меня еще нет корзиночка в которую тоже можете сделать какую-нибудь интересную композицию из всего что вы видите в моих роликах время почты я буду что-то делать поэтому следите за моим каналом синельная проволока красного цвета видела в интернете как делают из них красивые новогодние игрушки сама еще ничего такого не делала не знаю может что-нибудь и сделаю может пролежать до следующего года но в детском творчестве это очень классная штука маленькие прищепки с овушками на данный момент они находятся у меня на елке вместе с елочными игрушками палочки знаете не помню как они правильно называются но в основном их продает для макраме или для топиариев тоже в магазинах для рукоделия следующее это у нас деревянные заготовки заготовки для магнитов и елочных игрушек кто помнит магниты на холодильник видео таки кого и у меня есть даже 2 и шаблон я тоже обрисовала и все это я оставлю в описании к этому видео бабочки и вот такие основы для букетов кстати впереди 14 февраля я думаю в этих основах надо будет сделать какие-нибудь букетики не знаю толком где их можно купить но думаю что в магазинах для творчества и рукоделия в цветочных магазинах можно найти что-то похожее ну и конечно коробочка с природными материалами это еловые шишки сосновые шишки шишки ольхи эти маленькие шишки это шишки ольхи кстати они тут даже немножко разные видимо ольха разного сорта не знаю чем это связано но как видите они отличаются в коробочке есть также разные орешки миндаль и скорлупа от орешек наверное тоже от миндаля но я не уверена фоамиран фоамиран кстати тоненький толщиной где-то один миллиметр очень хорошо подходит для реалистичных цветов глиттерный фоамиран и фетр фетра разного часто меня спрашиваете какой я использую фетра в работе а вот все что есть все используем пакетик с маленькими элементами это вот такие новогодние красные ягодки очень здорово смотрится кстати в разных новогодних работах тычинки тычинки я уже использовала новогодних игрушках но почему то не могу найти фото чтобы оставить и показать как они смотрятся разные ленточки еще тычинки тычинки голубого цвета использовала их уже в новогоднем веночке голубого цвета смотрится в работах тоже очень интересно зачастую я все-таки снимаю зелень с таких тычинок варежки кстати в этом году таких и не использовала не знаю пока куда и добавить и вот такие бусины на леске розового и красного цвета мне кажется они очень хорошо подходят для букетов именно на 14 февраля еще ленты и вот такие веточки фиолетового цвета если вы следите за моим инстаграм вы видели что я их использовала в одном из своих подсвечников и это видео я тоже скоро вам покажу на канале желтые веточки которые похожи на лаванду они пластиковые позже и коровки и вот такие ягодки малина и ежевика еще разнообразные ленточки шнурочки полу бусины и вот что меня заинтересовало вот эти бусины это просто что-то нереальное знаете смотрю на них и сразу вижу какой-нибудь летний тапиарии с ракушками и колокольчики которые можно использовать для новогодних работ или для сережек многие знают что я коллекционирую шишки я их безумно люблю разнообразные шишки они вместе разных форм и размеров конечно еще не все шишки на планете которые есть если мне в коллекция но в этом году у меня появилась вот такая большая шишка это самая большая шишка из моей коллекции к сожалению я еще толком не знаю как она называется может кто-то именно знает сорт этой шишки но я вам сейчас я покажу поближе шишка по размеру 17 с половиной сантиметров очень большая и очень классная много разных вариантов мне говорили как она называется но что-то пока я не уверена ни в одном из них сейчас покажу как я обычно очищаю шишки я беру простую кисточку и начиная вот таким образом их чистить так как у меня шишек много пыль на них все-таки оседает и как-то чистить их надо а это уже шишки гималайского кедра очень красивые шишки похожие на розочки но на самом деле это верхушки от шишек шишки большого размера но когда они падают они разбиваются в работах смотрится как розы и это очень здорово несколько таких шишек я использовала уже в одной из своих работ ну и как я храню маленькие шишки у меня для этого есть стеклянные какие-нибудь баночки еще во внутрь часто кладу какую-нибудь бумажечку с надписью откуда шишка и вот таким образом баночки находятся у меня на полке когда-нибудь я вам покажу всю свою коллекцию шишек но пока еще для них хорошее место но последнее что я покажу на сегодня это вот такой орех называется он маньчжурский орех и знаете я раньше думала что это это грецкий орех но на самом деле я очень сильно ошибалась они ко мне приехали еще влажные только собранные и они у меня лежали просто на подоконнике в коробочке не высохли ну и теперь конечно их нужно очистить очищая как всегда все жесткой кисточкой после чего такие орешки можно использовать своих работах как вы видите вот разница с обычным грецким орехом но если используете в работах смотрится очень здорово ну и на сегодня это были все посылки которые вам хотела показать скоро выйдет еще одно видео а пока хочу сказать огромное спасибо за такие чудесные посылки и я обязательно буду из них делать очень много интересных вещей ну а если вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал у меня очень много разных мастер-классов и интересной полезной информации ну и конечно не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать мое следующее видео и до новых встреч пока пока а